В Иркутске 16.00 оперативные новости продолжают вас знакомить с самой актуальной информацией города и региона. В студии Яна Макарова, здравствуйте. Еще на три месяца продлили срок содержания под стражей мэру Устилимска Владимиру Ташкинову. Такое решение принял местный суд. Таким образом, арест продлится до 24 сентября. Напомним, региональное следственное управление обвиняет мэра Устилимска в получении взятки в особо крупном размере. Ташкинов и его адвокат возражали против продления срока заключения под стражей и настаивали на замене меры пресечения на более мягкую домашний арест, ссылаясь при этом на ухудшение состояния здоровья обвиняемого и отсутствие намерений скрываться от следствия суда. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты. В Иркутской области сейчас действует 20 лесных пожаров. Огонь бушует на площади более 3,5 тысяч гектаров. 14 локализовано, 8 ликвидировано. В тушении принимают участие более 750 человек из 170 единиц техники. На помощь прибыл пожарный спецназ из Алтая, Томска и из Хабаровска. А это более 200 человек. Они помогают тушить возгорания в Качукском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. В первую очередь специалисты ликвидируют пожары, которые угрожают населенным пунктам. Напомним, с 14 июня на территории области действует режим ЧАЭС, а с 15 особый противопожарный. С начала опасного сезона на территории Приангария уже зарегистрировано более тысячи лесных пожаров. Сейчас с прохождением циклона сначала ситуация немного ухудшилась, потому что были штормовые ветра. Но сейчас с понижением главной температуры тушение происходит более эффективно. В тушении больше 750 человек и больше 170 единиц техники принимают участие. Ну и как лесного спецназа 225 человек. В Бурятии стихийное бедствие. В Тункинском районе началось нашествие саранчи. По неофициальным данным, за последние дни вредитель практически уничтожил покосы в районе сел Шимки и Хужиров. По словам местных жителей, саранча сбивается в стаи, которые после себя оставляют пустые поля и луга. Как сообщает Байкал Дейли, численность саранчи на землях сельхозназначения приблизилась к вредоносному порогу, который составляет 10-15 особей на квадратный метр. Такое нашествие насекомых происходит примерно раз в пять лет. Это связано с особенностями размножения этого вредителя и с годными условиями. Когда и сколько отдыхать? Федеральное министерство труда определило правила переноса выходных дней в 2016 году, выпадающих на государственные праздники. В проекте постановления указано, что новогодние каникулы у граждан страны продлятся с 1 по 10 января. В честь празднования Дня защитника Отечества выходных будет три с 21 по 23 февраля. В марте отдохнем с 5 по 8, День весны и труда подарит отпуск в 4 дня, а с 30 апреля по 3 мая. Еще три дня в честь Дня Победы. В День России граждане будут отдыхать с 11 по 13 июня, а на День народного единства с 4 по 6 ноября. К этому часу у нас вся информация. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на нашу электронную почту aestmrsobakoyandex.ru и звоните к нам в редакцию 33 13 28. Оставайтесь на Настя, увидимся с началом следующего часа.